Привет, друзья, Микрофанатик, и сегодня мы ненадолго вернёмся в бессмертный и бессменный Warcraft 3. Это игра, которая лежит на жёстком диске у каждого любителя стратегий, где-то, возможно, в давно забытой папке, возможно, и незабытой папке, возможно, вы до сих пор играете в Warcraft 3, ну или на компакт-диске она у вас есть. Короче, я думаю, все с этой игрой знакомы. Итак, сегодня мы сыграем в кастомку под названием Infection Attack, и, как вы, возможно, уже догадались, эта карта является прародителем игры The Abelions. То есть тут мы будем строить колонию и выживать, убивая приходящих зомби. Это ратуша, наше главное здание, его можно апгрейдить. Дальше мы строим домик, откуда будут выходить юниты. Будем строить сначала крестьян, которые будут добывать дерево. Дерево тут основной ресурс и золото тоже. То есть два ресурса, золото и дерево. Ну и, конечно, лимит населения. Так, крестьян мы наняли. Сейчас надо накопить на амбар, чтобы увеличить лимит. Короче говоря, игра на самом деле рассчитана, точнее, карта рассчитана на мультиплеер, то есть играть нужно с друзьями, одному тут не выжить никак. Просто-напросто. В любом случае, вы можете попробовать, как это сделаю я сегодня. Эпизод будет такой ознакомительный, не слишком долгий, чтобы как раз показать эту карту. Вообще, давненько я уже не играл в кастомки Варкрафта. Я помню, еще был Dial-Up. У меня, то есть, модем такой по телефонной линии соединялся, и я заходил на официальный сервер Близзарда, Battle.net. То есть у меня был куплен Варкрафт третий. Но диск тот уже давно утерян, и сейчас мне никак не попасть на официальный сервер. Придется покупать Варкрафт заново. А покупать его, к слову, на самом деле не дешево, потому что стоит базовая игра 300 рублей, 500 рублей, простите, 500 рублей сейчас она стоит. Плюс еще Frozen Throne докупать тоже 500 рублей. Короче говоря, дороговато, да, получается. Ну, кстати говоря, может какие-то пиратские сервера еще работают, типа, что там раньше было, IC Cup, Гарена. Были серваки, можно было поиграть. Сейчас не знаю, работают они или нет. Так, делаем амбар. Вообще, если изучить вопрос, да, по таким играм, то очень много хороших игр выросло как раз из карт Варкрафта третьего. Самый банальный пример это, конечно же, Дота 2. Потом Легион ТД стал отдельной игрой. Дальше еще на канале была такая игрушка, как The Wild Eight. Тоже там из карты Варкрафта какой-то. Она произошла, там просто по тайге бегаешь и добываешь ресы, воеваешь животных и пытаешься выжить. Так, мы сейчас построим башенку, я думаю. И у нашего строителя есть такая вилка, достроить моментально. Мы и воспользуемся. Ну, а дальше будем ставить стенки. Стенки ставятся тут очень легко и просто. Так, W вот. Как-то мы так вот будем строиться, да, я думаю. Надо было подальше поставить, ну ладно, Хэнсон. Пусть будет так. Можно стенки до конца не достраивать, то есть поставить их, и они уже считаются как стенки. Опять же, в Зайбильдинг мы помним, что примерно так оно работает. То есть, когда стенка еще не достроена, она уже работает. Только тут придется мне достроить ее. Строитель всего один, в этом сложность, конечно же. Так, башенку сразу я улучшу, пожалуй. Зомби тут будут идти со всех сторон, и как таковых волн нет. То есть, они будут постепенно приходить. Там по одному, по несколько. Ну и каждые 10 минут еще появляется босс. Огромная такая тварь. Я когда первый раз зашел в эту карту, я начал отстраиваться по центру. То есть, вот на этом холмике. Наивно полагаю, что так и надо, потому что, видите, как бы специально выделенное место. На самом деле, просто тут все игроки сначала появляются, и... Потом тут уже спавнятся боссы каждые 10 минут. И у меня босс просто заспавнился в центре моей колонии, в центре моей деревеньки небольшой. Короче, я был, мягко скажем, удивлен. Мягко говоря, удивлен, да. Так, дальше мы копим, наверное, на улучшение нашего холла. И я уже построю тогда золотой рудник. Первый наш. Тут нельзя строить. Хорошо. Гребаные деревья вечно мешают. Так, ну давайте уже замкнем периметр. У нас кривовато, конечно, получилось, но ничего. И так сойдет. Приступаю. Слушайте, у нас сейчас вообще будет рожачная база. Так, давайте еще одну стенку вот так вот поставим. Нормально. Тут вот зомби не пройдут по диагонали. Вполне себе оправдано. Так, хорошо. Дальше в чем мы делаем? Мы копим 500 дерева. Давайте поможем нашим ребятюням. И апгрейдим to Advanced Hall. Все, отлично апгрейдили. Ну и дальше будем достраивать вот эти стеночки. Скоро зомби уже появятся. Буквально с минуты на минуту. Они должны появиться. Будут видны на мини-карте как такие серые пятнышки. Тут зомби тоже несколько различных видов. То есть есть такие простенькие, слабенькие, есть потолще. И выглядят они не все как зомби. То есть, как вы понимаете, в Warcraft 3 есть такие модельки для зомбей. Тут же нежить есть, что логично. Но тут инфицированные, это различные твари. Вообще разные твари. Какие-то демонические, собаки и прочее. Короче, скоро они должны появиться. Пока что-то не вижу по краям карты. Ландшафта тут никакого особо нет. Просто пустыня с деревьями. И в принципе достаточно много места, чтобы построить 9 колоний. Тут, по-моему, 9 игроков можно. Максимум там. Также можно еще за зомби тут выживать. То есть вначале был выбор сложности. Я выбрал самую простую сложность, потому что я один играю. Потом выбрал, что я буду за людей играть. Именно за выживающих, а не за зомби. Так, вот они уже пошли, смотрите. Это паразиты. Нежить. Видите, хп очень мало. Такие собаки гемонические. Ну, их очень быстро убивают наши башни. Так, кстати говоря, я могу уже поставить рудник, пока я тут заболтался. Рудник поставили. Можно даже следующий сразу поставить. А давайте сразу же 2 поставим. Вот башенку потом. Надо еще прокачать на мультишот, чтобы она во все стороны стреляла. Пока что она только стреляет в одну. Ну и когда уже у нас золото сейчас 4 единицы накопится, мы возьмем этого улучшенного добывальщика. Улучшенного собирателя. Прибежали тварюги. Так, и сейчас вот уже появятся, наверное, скоро потолще зомбаки. Я их тоже покажу. Пока их нет. Вообще их очень быстро становится много. То есть сейчас их вообще очень мало, но буквально пара минут пройдет и все уже. Поток. Только успевай. Отстреливай. Так, у меня уже 4 золота есть. Можно одного этого чувака нанять. Так, я, пожалуй, еще одну башню поставлю. И воспользуюсь опять же скиллом, который мне моментально достроит башенку. Он уже откатился. Так, и мультишот прокачать стоит 150 дерева. Мы берем эту штуку. Так, это... Да, это вот зомби как раз пришел уже, которые потолще. Вот они. 150 хп у него. Так, у нас, между прочим, кончается население. Надо будет скоро еще один дом строить. По-шустрому. Так, можно тут, кстати говоря, Биг Хаос поставить. Так, это вот как раз прокачанный, улучшенный собиральщик построился, когда сказал, что моя жизнь принадлежит арге. Сейчас, вот он. Вот он, чувак. 260 хп. Так, вот большой дом стоит очень долго, на самом деле. Хорошая ли была эта идея. Ну, в принципе, нормально. Поулучшаем пока башенки. 51 минута уже. Скоро будет босс. Так, где тут у нас... Третья-то ступень. Третья ступень зомби уже скоро тоже появится. У них там по 300 хп, вот она. Это mutated zombie, то есть мутировавший зомби. Он еще толще. Так, advanced hole. Helper. Small robot used to build and repair my infrastructure. Третья-то раз, ебать, давайте помощника, помощника возьмем. Чем могу помочь? Он нам будет помогать строить и ремонтировать. Да, Big House, конечно, это жесть. Это лютая жесть. Чем-то стенку прорвут. Надо ее докончить, достроить. Что-то они носятся, короче говоря, не всегда вот у них сразу к базе идут. То есть, смотрите, бегают, что-то там суетятся. Так, уже 30 секунд осталось. Так, стенку мы... Надо строить. Что там помощник там? Помощник очень долго тоже делается. Так, ну и надо уже башни прокачивать получше. Вот эти вот обувейки надо брать. Будет больше ДПС. Да, мой друг, приступай. Что вы сделали, твари? Несанкционированное проникновение. Так, где быстрая клавиша W? Стенки вообще надо тоже улучшать, на самом деле. Давайте улучшим. И мы получаем в центре вот такого босса. В 50-й минуте. Правда, он почему-то пока не идет на нас атакой, на нашу базу. Кто-то знает почему. Я раньше, когда в предыдущей попытке делал, строил базу близко к этому центру спавна. И этот чувак сразу же шел на нашу базу. А сейчас он, видимо, просто ее не видит. Его как-то можно приманить, что я не знаю. Привезти, чтобы убить. Потому что через 10 минут еще появится один босс, и... Хрен знает, что тогда уже будет там. Так, ладно, мне надо фермы, наверное, свиные сделать. Чтобы у нас больше было лимит населения. И потихонечку стенки тоже мы прокачиваем. Эта стенка страдает очень. Будущее создание незакончено. Так, побольше добывальщиков, наверное. А, дом-то еще не достроен же. Вот он, как раз нам сейчас застроит этот дом большой. Так, что у нас там? 48 минут. Все, пока. Идет спокойненько. Хорошо. Успеваем мы отстреливать зомби. Так, до этого пока рано. Ну что, босс не пойдет таки, да? Ну ладно, в принципе, не идет, не идет. Мы больше контента посмотрим. Просто я дальше 20 минут еще не проживал. Но сейчас, может быть, даже проживу. Так, что у нас тут еще есть? Есть, конечно, интересного. Есть вот в Япондре. Это кузница. Короче, она улучшает юнитов боевых и позволяет новых строить. То есть, пока что у нас ограниченный выбор в домике. Сейчас у нас еще не построено. Сейчас надо еще дом поставить. Тогда посмотрим на юнитов. Вообще, лучников я пока что не увидел тут. Хотя, там где-то есть маги, элитные воины. Возможно, это и есть дальнобойные юниты. Потому что с самого старта доступны только милишники. Так, улучшаем, улучшаем. Так, добычный воин. Это у нас топорщик. Бронированный чувак. Это рысарь на лошади. Это элитный воин. Дальше капитан. Кавалерия. Кавалерист и элитный еще один воин. Вот он, какой-то маг. Босик дроп, как говорят так, спит от Наймор. Могу мэн спит. То есть, передвижение получше. В общем, понятно. Надо больше башен строить. Надо строить больше башен. И желательно бы побыстрее. Так, улучшаем стенку. Здесь тоже улучшаем стенку. Надо вот верхний полу поремонтировать, да, как-то? Хватает дерева. Да, слушайте, надо больше крестьян, короче говоря. Пока мне юниты особо не нужны. У нас, к сожалению, пока что одно дерево. И оно, как бы, неиссякаемый ресурс. Можно башню, базу расширять. Но я пока не вижу в этом особого смысла. Потому что надо стенки лучше укреплять, чтобы к нам не прорвались. Расширение, это уже дело десятое. Так, вот эту мы стенку так и не достроили, что ли? Все, достраиваем нормально. Почти все стенки мы улучшили уже. Тут еще есть ворота, которые можно построить только горизонтально. Судя по всему, потому что как вращать тут... Нельзя, короче, вращать тут, смотрите. Два вида стены, вертикальные и горизонтальные, и ворота как раз горизонтальные. Больше ворот нет. Так, ресерч-центр давайте поставим, хоть посмотрим, что там за технологии такие. Интересные. Ну и стенки держат пока что, это хорошо. Это топово. Но тварей уже больше и больше. Ладно, что у нас тут есть интересного? Тут у нас недоступно, нам надо новый технологический центр построить. Scopes, это как раз Visible Range, то есть вы помните, да? Такую вещь из The Abilience. Сейчас все становится на свои места. Откуда это все взялось? Там тоже можно такую штуку строить. Так, upgrade wall HP, это очень хорошо, кстати говоря. Но дерева не хватает, сейчас будет. Сейчас скоро будет. Wall HP, это, наверное, приоритет сейчас будет у нас. Сейчас прожгут, черт уберем. Так, давай вот эту ремонтируем. Нужно, наверное, еще одного помощника сделать будет. Пять золота всего. Да, надо их вообще непрерывно делать. Непрерывно. Так, upgrade wall HP можно сделать? Можно. Отлично. Наш город осаждают враги. Черт. Прорывают, смотри, стенку почти уничтожили. Вот уже не справляемся. То есть, смотрите, как одному тяжко тут. Пятнадцать минут я прожил. Пушки, а может я тогда и 20 хитов не прожил. Крен его знает, уже не помню. Город осаждают враги. Ладно, посмотрим. Тауэр ХП это нам не надо. Тауэр Дамэйдж 500. Ммм, дороговато. Наш город осаждают враги. Да, мой друг. Так, тут надо проимокировать маленько. Вроде успеваем пока что. Наш город осаждают враги. Нет, нифига не получится так. Вот эта тварь тоже жесткая. Токсичные зомби очень сильно дамажат. Строителя вообще можно убить, но у него ХП много, 500. Вот у обычных христиан-то всего по 100. Так что, по идее, можно даже строителем бегать и воевать. То есть, у него урон 5. Это немного, но поначалу, в принципе, хватает. Все стенки не успеваешь построить. Наш город осаждают враги. Чем могу помочь? Давай, строю стенку, ёптить. Ух, беда, беда. Так, где у нас еще один чувак-то? Не достроился до сих пор, что ли? Наш город осаждают враги. Не, давай, ремонтируй. Срочно. Эта стенка сейчас убьют, уничтожат. А, нельзя двоим ремонтировать одну стенку? Можно. Так, еще лоу хп, да? Давайте еще лоу хп. Хм, сейчас стенку-то прорвут. Так, а что мы можем еще сделать? У нас, в принципе, башенки прокачаны практически все уже, да? Но не полностью. Двести. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, что там, 41 минута? Сейчас мы на второго босса поглядим. У этого босса, кстати говоря, хп-то че? 4500. У того должно быть в два раза больше, по идее. Так, мы в цели построили все. Стеночку-то до конца отремонтировали. Так, ладно, надо срочно что-то предпринимать. Олга Мэйш Тауэр Бэй-5. Отлодник мульти-шот. Сейчас еще башенки тогда построим, наверное, новые. У нас уже откатилась эта обилка, которая очень быстро строит башни там. Сразу же в апгрейд. Чем могу помочь? Постройка завершена. Наш город осаждают враги. Так, всем, ребята, там автоматический ремонт. Если что, пусть сами ищут, где ремонтировать. Вот, а следующий уровень апгрейда нашего холла, это уже какой-то некрополис или какой-то завершено. Многие лоу-булт-моры. Да, просто, короче, следующий уровень. Почему некрополис? Не знаю, почему некрополис, мне показалось. Так, сороковая минута, да? Короче, не знаю, что с боссами делать. Приманивать их или не приманивать. Как-то ссыкотно, на самом деле, его приманивать. Tower damage. Сколько у них уже дамаг-то? 30-30 всего. Так уж и много. Все, что-то стихло вроде бы, да? Вот, второй зомби. Ой, второй босс. Infected Bigfoot. Все, смотрите, первый пошел. Первый к нам пошел. Возможно, так оно и задумано. Стенку он будет очень быстро разрушит, если, конечно. Но, смотрите, он, кстати говоря, не так уж сильно бьет стенку. Я думал, будет хуже. Просто он, когда вначале начинает нападать, он стенку просто разносит с парочки ударов. Тут он поздно пришел, у нас уже все укреплено. Так что еще относительно повезло. Короче, надо дерево копить. Как так получилось, что... У крестьян мало хп. А, ты, наверное, infected. Сквозь стену нас поразил. Так, надо больше домов, короче, делать и больше крестьян. Так, у тебя белка откатилась, нет? Нет, еще. Больше крестьян, больше добытчиков дерева. Построим еще что-нибудь. Тут особо сейчас следовать нечего. Тауэр дэмэдж у нас как-то не очень помогает. Так, давай сюда. Так, ты что, не можешь подойти, что ли? Можешь? Все уж нормально. Вот у нас еще стенка не улучшена. Что-то я не провтыкал ее. Едва. Так, я понюю пока не будем. Милитари хаос. Зайка, милитари хаос мы построим. Посмотрим, что за дичь. Я еще ее не строил ни разу. Опять же, долго будет строиться, да? Ну-ка. Так, тут можно воинов нанимать, причем безлимитно бойцов. А не как в домиках там по три человека. Понятно. Короче, сейчас новый уровень хула мы изучим. Наши ратуши. Тысяча. А, там и 50 золота, ептать. Родников больше строить было. Да будет так. Ну пока держимся, пока вот эта тварь не пришла к нам. Я думаю, до этой твари надо как-то построить стенки улучшенные. Чем могу помочь? Да, мой друг. Поверюсь. Поздно я спохватился с этими, блин, гребанами. Шафтами золотыми. То есть в дворе достроить, то у нас не будет доступа к стенкам. К стенкам, я полагаю. Будет труднее тут ремонтировать. 44 вон золото уже. Нормальный, так сойдет. Стенки уже, они просто не могут пробить у них. Тысяча восьмисот хп. Так, а что у нас с населением? Население максимальное, да? Эх, можно было бы еще дома улучшать. Так, мне уже негде буквально строиться. Надо ждать золотишка тогда. Так, и фермы улучшаются дальше? 75 дерева? Нормально. Ух ты, вот это такая ферма, да? Получится как коровник практически. Слушайте, 36 минут уже осталось. Это я далеко зашел. Странно даже, странно. Так, рудник уже бессмысленный. Мы можем сейчас как раз апгрейд-то и сделать. Все, и стенку надо сразу же делать. Башни вроде как справляются. Главное, чтобы стенки выдержали. Так, сборщик у нас с дела стоит. Подлагивает даже, слушайте. Это что за тварь? Это как раз, смотрите, тот самый инфектед, как же его там, вином его зовут в заебили нас, а тут он просто какой-то спиттер. Наш город осаждают враги. Постройка завершена. 35 минут. Все идет нормально. Так, это у нас еще один помощник пришел. Давайте его автоматом ремонтировать стенки заставим. Пусть сам бегает. Так, ну а мы ферму еще одну улучшим тогда. Все-таки дешевый ап и поставим все-таки башенку, я думаю. Электротавр. Вот, можно электрические вышки уже ставить. До куда они только дотягиваются, непонятно. Сейчас узнаем. А, так это у нас рабочий как раз, не помощник. Он эволюционировал, когда мы улучшили нашу ратушу или холл как-то называть-то. Так, тут у нас апы тоже такие недешевые на самом деле. Давайте-ка мы адванс от этого прокачанного собиральщика. Этих ребят бы как-то убить. Нельзя их убить. Клавишу дарит вращает камеру только. Можно вывести наружу, в принципе. Ну-то надо стену сносить. Стену сносить я уж очень не хочу. Пока что. Так, оббрегнем электровышку. Тут эти башни можно до электровышек улучшить. Прикольно. Так, я же хотел стены улучшить, да? А, золото еще надо, что ли? Улучшаем потихонечку. Вот здесь вот я боюсь, что к этим стенкам как раз подойдет монстр, хотя в прошлый раз он пришел сюда, босс-то, и лупил с севера почему-то. Я говорю, они не напрямую как-то идут, а гуляют туда-сюда. И потом уже нападают. Окей. Двигаемся дальше. Так, это у нас что? Best safe defense tower what you can get. Лучшее, что вы можете получить из защитных вышек. Прикольно. Интересно посмотреть, что за... что за ерунда. Давайте посмотрим. Лучшая башня, которую мы можем получить только. Постройка завершена. Ух ты. Вот такая, да? Это мультишот. Ну и мультишот сейчас добавим до кучи. 350. Я думаю, сейчас мы что-то сделаем. Мы дождемся, когда приближет вот этот босс и улучшим стенку там, где он придет. Хотя можно, в принципе, потихонечку везде улучшать. Дерево-то хватает. Надо еще ферму построить. Наш город осаждает враги. Постройка завершена. 150 дерева. Ну давайте улучшим. Ну, чем отличается эта игра от Зои Бильденса, это тем, что здание не инфицируется. То есть, если даже у тебя здание уничтожат, из него зомби не убегают. То есть, все-таки наш город осаждает враги. Хоть и игра сделана по какой-то кастомке, но не в один в один, а много очень своего привнесено. Что радует. Что там, что там? Я помню. Интересно, что мы пока без юнитов обходимся. То есть, в принципе, можно вот эти апгрейдить. Но я пока что предпочту стеночки улучшить. Да, все-таки вокруг мы успеваем улучшить. Не будем ждать, пока босс придет. Постройка завершена. Ну, это самая легкая сложность, как бы. Я же не думал, что у нас ее так затянется. Ничего, обороняемся. Нормально. Вот, пишите вообще в комментах, какие вы кастомки хорошие знаете по Warcraft 3. Хотя, конечно, на ютубе уже есть, на самом деле, кому снимать эти кастомки, так что это так. Сбоку припеку. Только если какая-то тема появится интересная. Ладно, давайте тогда теперь золото улучшать. У нас стенки поулучшались. Можно теперь башни с золотом. Так. 350 дерева. Нет, надо все-таки, наверное, еще один дом поставить. Так, слушайте, а больше нельзя дома-то строить? Болтсоу. Fusion Technology. Брестбилдинг in the game дает 150 еды. О, вот босс пошел, смотрите-ка. Ёпки, надо идти ремонтировать стенку. Сейчас он будет лупить. Очень больно. Да? Да, вот на эту стенку он обратил внимание. Ну, вроде успеваем ее ремонтировать. Круто. Сейчас сразу две башни прокачаем. Что-то их уже копятся, да? Копятся они под стенами. Половину карты мы прошли. Мультишот, мультишот. Ну, эти мелкие вообще не могут ничего пробить. Нормально, нормально. Можно даже повыпендриваться и порасширяться немножечко. Так вот, в какую сторону у нас со всех сторон сейчас они бегут. Вот в эту сторону точно не стоит, потому что тут у нас это еще что за твари такие? Ни хрена себе, это жуки, это множественный босс какой-то. Пуешь налево. Вот уж чего я точно не ожидал, так это таких жуков. Подлагивает там. Блин, короче, надо юнитов наверное строить как-то. Может там все-таки у нас будут какие-нибудь или плюющиеся или стреляющие. Так-то давай иди сюда, помогай. Мешают они друг другу. Что, стреливаем? Норм. Так, смотрим. Гритт Фактор юзер Гритт вот Элос Литт Рейн Мор 20 минут. Понятно, больше улучшенных юнитов. сразу же какую-нибудь элиту нанять и не думать о ней больше. Так, вот, рифлс, снайперс. Слушайте, вот мне снайперы нужны. Сто процентов снайперы нужны. Пошли ремонтировать стеночку. С этими двумя стенами у меня проблемы. Так, может еще помощников сделать как вариант. Золота не хватает вообще на него. Так, ну да, давайте золотый шаг прокачаем. О, это я раньше не видел. Это у нас ресерч-центр же. ЛСХП. Черт, шесть золота надо. Что-то их до хера уже скопилось. именно справа. Так, исследование завершено. Это у нас ХП для солдат. Это демейдж для солдат. Это у нас скорость передвижения. Тут, наверное, тоже можно армию сделать и как бы выводить вовне, чтобы вот этих всех ребят уничтожать. То есть, как взаебильность опять же. Ладно, пока сидим. Пока нечего вылазить. Короче, снайперов-то мы изучили, а как их встроить, хрен его знает. Воркшоп, давайте до воркшопа изучим. Может, там можно будет. Так, у меня строитель любили его, что ли? Мелкти. А, нет, вот он. Вот снайперов, наконец-то. Сейчас-то мы их завалим всех. не хватает золота. Только хватало бы золота. Не хватает дерева. Это золото, это дерево, блин. Пошли быстрее сюда. О, стенку пробили. Твою мать, там, где рабочие. Мне сейчас экономику нахрен положат. А, встретили сюда идти, внести. Твою мать, нельзя строить. Мешком близко враги. Черт. Обидно, обидно. Так, снайперов больше, да? Снайперов тоже уничтожают очень быстро. Только от них никакого. Блин, смотрите, я ничего делаю, это не спамят каким-то образом зомби у меня прямо за стенами. Че творится? Ух, че творится. Так, ладно. Сутки не построят никогда, может здесь можно построить как-то, нет, получится. Черт. Короче, надо башню улучшать тогда. Минус башня. Стретили скоро убьют. Держитесь, братья у них. Эту стенку сейчас тоже уничтожит. Ну вот такая вот игра забавная, слушайте, на Изи я дошел до 25 минут, то есть 35 минут продержался, тоже и хорошо. Учитывая, что какой раз там, наверное, это попытка шестая, нет, шестая слишком много, наверное, пятая. Четвертая, пятая попытка, короче, пройти эту карту и вполне себе она получилась неплохой. Тут еще куча юнитов, на которые можно посмотреть, но это уже, наверное, в следующий раз. Ну чё ж, пишите свои впечатления в комментах, насколько вам эта карта понравилась, вообще прикольно, я ссылку, если не забуду, оставлю в описании под видео, так что можно будет ее скачать и поиграть. Вот. Ну и насчет других кастомок, подумаю, может быть еще какую-нибудь кастомку тоже мы заснимем. Но сейчас они, в принципе, долго будут уничтожать-то это все дело. У нас рабочий-то строитель-то сдох уже, нет? Ну как он не может сдохнуть? И билки-то особо боевых нету. Только иммунитет. Иммунитет это пассивная и билка тоже пассивная. А, можно было ремонтировать моментально, я про это забыл. Так вот, сделать раз и воротам моментально отремонтируются. Но учитывая, что меня с нескольких сторон прорвали, как бы, и бесполезно тут ремонтироваться, все равно исход предрешен. Можно просто какие-то юниты помощнее сделать, например, там топорщики, рыцари. Эти у нас коняшки могут быть тут. Мне, кстати, брак снесли, так что хрена их построю. Милитарий хаус. Нет, рыцари не построить, надо до воркшопа опять улучшать. То есть, вот такая схема. Потерял здание, все, надо заново строить, заново улучшать. Капец, их скопилось-то, ебтить. Причем с этих сторон, справа и сверху, в основном там. Смотрите, вот этот ревант какая-то нежить на Разора похож, да? Жучары. Игра заканчивается, я полагаю, когда холл уничтожит, или все-таки когда все здания. Сейчас поглядим. Утан холл, к слову, 5000 хп, и его, смотрите, как очень долго мутузит. Очень много им понадобится времени, чтобы завалить его. Ну, если бы я играл с союзниками, то как раз это дало бы мне время отстроиться, ну, пока кого-нибудь другого бы уничтожали, да? я бы отстроился спокойненько, и все было хорошо. А так, конечно, сложновато. Ну, что ж, вот он, конец пришел. Кончается у нас хп у здания главного. Ну, что ж, спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, пишите свои впечатления в комментариях. Ну, а с вами был Антик. Всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok